И снова здравствуйте! Теперь давайте решим задачу, которая включает в себя почти все, что мы до настоящего времени изучили о вероятности, сочетаниях и условной вероятности. Предположим снова, что у меня есть мешок, и в этом мешке лежит 5 правильных монет и 10 неправильных. Для правильной монеты, конечно, 50 на 50 – вероятность того, что выпадет либо орел, либо решка, а для неправильной – по-другому. Предположим, что 80% – вероятность того, что на любой из неправильных монет выпадет орел, и 20% – вероятность выпадения решки, правильно? Потому что монета может быть либо с орлами, либо с решками. Итак, мой вопрос, что произойдет, если я засуну руку в мешок, при этом закрою глаза и вытащу монету, а затем подброшу ее 6 раз? И предположим, что в 4 случаях из 6 у меня выпал орел. Это результат, который я получила. Я хочу знать, какова вероятность того, что я выбрала правильную монету при условии, что в 4 случаях из 6 у меня выпал орел. Итак, перед тем, как пойти дальше, давайте вкратце вспомним теорему Байеса. Думаю, это даст нам хорошую основу для дальнейшего решения задачи. Итак, теорема Байеса. Сформулирую вот здесь, в верхнем углу. Теорема Байеса гласит о том, что вероятность того, что произойдут оба события А и В… И вот это перевернутое «у» означает пересечение в теории множеств, но здесь это означает множество событий, в которых произойдут события А и В. Равно вероятности событий А при условии, что произойдет событие В, умноженное на вероятность события В, что также равно вероятности события В при условии, что происходит событие А, умноженное на вероятность события А. Думаю, что это должно вам кое-что напомнить. Если нет, возможно, стоит пересмотреть уроки по условной вероятности. Но что мы можем сделать, это преобразовать вот это уравнение. Разделим обе части на вероятность события b и получим вероятность, напишу другим цветом, вероятность события a при условии события b, равна вероятности события b при условии события a, умножить на вероятность события А и разделить на вероятность события В. Я просто взяла это уравнение и разделила обе части на вероятность события В. И вот что в итоге получилось. Итак, что такое А и В в задаче, которую мы пытаемся решить? Мы пытаемся найти вероятность того, что я выбрала правильную монету при условии, что у меня в 4 случаях из 6 выпал орел. Так, в этой ситуации событие А – это то, что я выбрала правильную монету. А – выбранная правильная монета. А событие В – это то, что в 4 случаях из 6 выпал орел. Итак, чтобы найти вероятность того, что я выбрала правильную монету при условии, что в 4 случаях из 6 у меня выпал орел, я должна вероятность выпадения орла в 4 случаях из 6 при условии, что я выбрала правильную монету умножить на вероятность выбора правильной монеты. а также разделить на вероятность выпадения орла в четырех случаях из шести. Вот это, возможно, труднее всего будет найти. Вычисляя это, мы найдем эти два верхних элемента. Какова вероятность события b или вероятность того, что в четырех случаях из шести выпадет орел? Давайте посмотрим, что произойдет. Если я засуну руку в мешок и вытащу монету, то здесь 5 пятнадцатых. Вероятность того, что я вытащу правильную монету. Правильная – это всего 15 монет. Так, 5 пятнадцатых – то же самое, что и 1 третья. Вероятность того, что я выберу правильную монету. А также 2 третьих – вероятность того, что я выберу неправильную монету. А теперь при условии, что я выберу правильную монету, помним при условии, что монета правильная. Какова вероятность того, что у меня в четырех случаях из шести выпадет орел? Итак, еще раз, давайте вспомним предыдущие несколько уроков. Какова вероятность получения какой-то одной особой комбинации, в которой в четырех случаях из шести выпадет орел. Так, например, могло бы быть орел, решка, орел, решка, орел, орел. А также в первой четверке мог бы быть орел. Орел, 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 решка, решка. Правильно! Здесь много таких комбинаций. Мы снова используем биномиальный коэффициент или формулу сочетаний, чтобы выяснить, сколько же есть различных комбинаций. Но какова вероятность каждого из этих сочетаний? Ну, какова вероятность выпадения орла? Это 0,5 умножить на 0,5 умножить на 0,5 умножить на 0,5. Вероятность выпадения решки также 0,5. Поэтому еще умножить на 0,5 умножить на 0,5. Итак, для каждого сочетания. Здесь 1 вторая вероятность орла умножить на 1 вторую вероятность решки умножить на 1 вторую вероятность орла и т.д. Значит, для каждого из этих сочетаний нужно 1 вторую перемножить 6 раз. Т.е. вероятность каждого сочетания равна 1 и 2 в 6 степени. И сколько здесь возможно на всего таких комбинаций? Комбинаций, в которых из 6 подбрасываний вы выбираете 4 орлов… Давайте снова представим себя повелителем вероятностей. Выберем 4 из 6 бросков, при которых выпадает орел. Можно сказать, что мы решаем, при каких из 6 подбрасываний выпадает орел. Итак, это количество уникальных комбинаций, в которых 4 орла и 2 решки умножить на вероятность каждой из комбинаций, что равно 1 и 2 в 6 степени. Так чему же равно из 6 выбрать 4? Это 6! разделить на 4! умноженные на 2! Все это умножить на 1 вторую в 6 степени. Я снова поменяю цвет, чтобы было веселее. Это равно 6 умножить на 5 умножить на 4, на 3, на 2… Можно не написывать единицу, но я все равно запишу. Разделить на 4! Т.е. на 4 умножить на 3 умножить на 2 умножить на 1, затем 2! т.е. 2 умножить на 1. Это и это сокращается. Единицу можно проигнорировать. Разделим веселитель и знаменатель на 2. И здесь останется 3. Тогда это будет равно 15. Итого 15 умножить на 1 вторую в 6 степени. Чему равно 1 вторая в 6 степени? Это 1 шестидесят четвертая, правильно? Так, 1 шестидесят четвертая, значит, в итоге 15 шестидесят четвертых. Итак, вероятность выпадения орла в 4 случаях из 6, при условии, что монета правильная, равна 15 шестидесят четвертых. Т.е. это вероятность того, что выпадет 4 орла из 6 подбрасываний, при условии, что монета правильная. Если посмотреть на это в рамках наших определений для событий А и В, то это вероятность события В при условии события А. Событие В – это орел, в 4 случаях из 6 А правильная монета, вполне логично, потому что здесь два способа получить 4 орла из 6 подбрасываний. Первый, если мы выбрали правильную монету, и в этом случае вероятность равна 15 шестидесят четвертых. А второй способ, если мы выбрали неправильную монету. Итак, чему равна эта вероятность в случае неправильной монеты? Т.е. вероятность того, что в 4 случаях из 6 выпадет орел, при условии, что монета неправильная. Ну, еще раз, чему равна вероятность каждой из комбинаций, в которых у нас 4 орла из 6 подбрасываний, в этой ситуации сделаем так же. Орел, решка, орел, решка, орел, орел. Эти орлы в 4 случаях из 6. Но в этой ситуации вероятность выпадения орла не равна 50%, она равна 80%. Поэтому здесь будет 0,8 умножить на 0,2 умножить на 0,8 умножить на 0,2 умножить на 0,8 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 умножить на 0 выбирая 6 элементов, поэтому снова умножаем на 4 из 6. Мы уже вычислили, чему это равно. 4 из 6 равно 15. Значит, это равно 15 умножить на 0,8 в четвертой степени умножить на 0,2 во второй степени. Это вероятность того, что в 4 случаях из 6 выпадет орел, при условии, что монета неправильная. Чему же равна общая вероятность того, что в 4 случаях из 6 выпадет орел? Она будет равна вероятности того, что монета правильная, 1 3. Умножить на вероятность того, что в 4 случаях из 6 выпадет орел, при условии, что монета правильная, 15 из 64. Плюс вероятность того, что монета неправильная, 2 3, умножить на вероятность того, что в 4 случаях из 6 выпадет орел, при условии, что монета неправильная. Это мы вычислили вот здесь. умножить на 15, умножить на 0,8 в четвертой степени, умножить на 0,2 во второй степени. Это общая вероятность того, что в четырех случаях из шести выпадет орел. Давайте вычислим, чему она равна. Это это сокращается, остается 5,64, это легко, 2,3 умножить на 15, 10. А теперь нужно вычислить, чему равно вот это. А, я превыше 10-минутный лимит времени, заодно проверю, позволяет ли мне его превышать то, что я являюсь партнером YouTube. 0,8 умножить на 0,8 умножить на 0,8 умножить на 0,8 равно вот чему. Затем умножить на 0,2 в квадрате, то есть умножить на 0,2 и умножить на 0,2, и это равно 0,016. Затем еще умножить на 10, потому что здесь 2,3 умножить на 15, и так умножить на 10, получается 16,384%. Итак, эта вероятность равна 0,16384. И нужно к этому еще прибавить 5,64. Посмотрим. 5,64 равно 0,07, грубо говоря, плюс 0,16384, это равно 0,2,4,1,9,6,5. Итак, это вероятность того, что в 4 случаях из 6 выпадет орел при условии, что я не знаю, какую монету я выбрала. Так получается, когда мы объединяем вероятности 1,3 для правильной монеты, 2,3 для неправильной, то есть это равно 24,1965%. Оставлю цифры после запятой, потому что позже они могут пригодиться. Итак, это вероятность события b. Посмотрим, можно ли кое-что отсюда удалить, так как не думаю, что все написанное нам понадобится. Думаю, что мы готовы подставить формулу теорема Байеса, то, что мы вычислили. Ой, нет, это не то, что я хотела сделать, записывать видео дольше, чем я обычно рискованно, потому что, если я допущу ошибку, то больше времени будет затрачено зря. Не хочу удалять что-то, что могло бы пригодиться. Хорошо, посмотрим, сможем ли мы найти вероятность того, что мы выбрали правильную монету при условии, что у нас в 4-х случаях из 6-ти выпал орел? Она будет равна по теореме Байеса, которая должна быть вам понятна. Это будет равно вероятности события b при условии события а. То есть это вероятность того, что у нас в 4-х случаях из 6-ти выпадет орел при условии, что монета правильная. умножить на вероятность того, что монета правильная, разделить на вероятность того, что в любом случае у нас в 4-е раза из 6-ти выпадет орел. Итак, вероятность 4-е орла из 6-ти подбрасываний при условии, что монета правильная, мы уже вычтили вот здесь, она равна 15-64-х. То есть здесь будет 15-64-х. Чему равна вероятность того, что мы выбрали правильную монету? Всего у нас 15 монет, 5 из них правильные. Значит, 5-15-х, то есть 1-3, поэтому умножить на 1-3-ю. А чему равна вероятность того, что в любом случае у нас в 4-е раза из 6-ти выпадет орел? Вот это значение – 0, 2, 4, 1, 9, 6, 5. И все это равно… так, это равно 5-64-х разделить на 0, 2, 4, 1, 9, 6, 5. И чему это равно? 5 разделить на 64 равно вот чему. И разделить на 0, 2, 1, 9, 6, 5 равно 32. Если округлить 0,3, то есть 32,3%. Так, это удивительно. Или относительно удивительно. Вероятность того, что мы выбрали правильную монету при условии, что у нас выпал орел в 4-х случаях из 6-ти, немного меньше, чем 1-3. Интересно то, что вероятность 4-х орлов из 6-ти подбрасываний немного меньше вероятности того, что мы выбрали правильную монету. Потому что перед тем, как получить какие-либо данные о том, что произойдет, если мы подбросим монету, мы получили бы вероятность 1-3. 1-3 – это 33,3%. Так, поскольку в условии задачи говорится, что у нас выпало больше орлов, чем решек, то немного вероятнее, что мы выбрали неправильную монету, на которой находится только аруй. Но имеется в виду, что 4 орла из 6-ти подбрасываний не так уж вероятно, потому что это не такой же обычный результат даже при правильной монете. Поэтому стало менее вероятно то, что мы выбрали правильную монету. И давайте я немного поясню визуально в виде теории множеств, почему все это соблюдается. Итак, вернемся к теории Байеса. Просто предположим, что это совокупность всех событий. Вот эта совокупность. 1-3 – вероятность того, что я выбрала правильную монету. Итак, 1-3 от этого будет областью правильных монет. Это область правильных, а рядышком неправильных. Затем, если я выбрала правильную монету, то мы выяснили, что приблизительно 15-64 – вероятность того, что у меня выпадет орел в 4-х случаях из 6-ти. Вот она, эта небольшая область, обозначенная другим цветом. Вот эта область. Затем мы выяснили, что если выбрана неправильная монета… Я забыла точное значение, но есть какая-то вероятность того, что у нас выпадет орел в 4-х случаях из 6-ти. Впрочем, это немного больше, значит, примерно такая область. Т.е. вероятность выпадения орла в 4-х случаях из 6-ти при условии, что вы выбрали неправильную монету. А вот вероятность выпадения орла в 4-х случаях из 6-ти при условии, что вы выбрали правильную монету. Вся эта область – это вероятность того, что у вас выпадет орел в 4 случаях из 6. Итак, теорема Байеса говорит следующее. У нас выпал орел в 4 случаях из 6, то есть вот эта область, в которой у нас выпал орел, в 4 случаях из 6. Если у нас выпал орел в 4 случаях из 6, то 1 треть этой области, приблизительно 32,3% этой области, пересекается с областью правильных монет. То есть 32,3% – это доля от общей вероятности выпадения орла в 4 случаях из 6. Надеюсь, это помогло вам понять. Надеюсь, что YouTube позволит мне разместить это видео, так как я уже на 17-е минуте. Увидимся на следующем раз.